Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале Все для Клева. Сегодня очередное видео из домашней, скажем так, обстановки. И я вам расскажу об удобной фидерной оснастке с революционной кормушкой Паук от компании Потап. Удобная оснастка с фидерным монтажом предполагает собой волосяную оснастку. И людям моего возраста, да в принципе и не только моего возраста, у которых уже зрение не стопроцентное, Вариант волосяной оснастки, когда нужно ставить стопорок, не совсем удобный. Поэтому она у нас будет удобной оснасткой, и я покажу, как ее вязать. Которую можно использовать ночью, при плохом освещении, в предночные и предутренние часы. То есть, вариант очень удобный. Итак, для того, чтобы связать этот удобный монтаж, нам необходимо иметь кусок лески, шнура, иметь два крючка. Я буду использовать вот такой крючок 10905 серии ТФ, то есть с тефлоновым напылением. Также крючок 1006, седьмой номер. Вертлюжок, один бисер, мусинку с бисера. И мой инструмент, которым я пользуюсь для того, чтобы вязать оснастки. Ну, естественно, нужна будет вот такая кормушка, революционная, паук от компании Потап. Итак, для начала нам нужно на кормушку нацепить вертлюжок. Значит, вертлюжки нужно выбирать такие, чтобы меньше от него выходило каких-либо крючков. Крючков, то есть, видите, тут крючок никакой не выходит, то есть за него меньше будет зацепов. Вот именно такой вертлюжок. Есть вертлюжки разные, я вам покажу. Ну, вот, например, вот такой вот вертлюжок, третий, да, вот этот. То есть вот этот кусочек, он, конечно, очень сильно, здорово путает оснастку. Поэтому лучше пользоваться вот такими, вот такими вертлюжками, вот такими, но не такими. Ну, это так. К слову, скажем. Итак, первое действие мы сделали. Мы прицепили вертлюжок с карабином к нашей кормушке. Теперь мы берем отрезок лески и продеваем вертлюжок в эту леску. Есть. На данном этапе нам необходима одна мусинка. Берем ее. Так. И продеваем ее сквозь леску. Берем какой-то такой, мета сантиметров 25 лески. И смотрите, друзья, я продеваю ее несколько раз. А именно там, два раза. Раз и два. Нам нужно, чтобы здесь было две петли. Вот они, две петелечки. Видите, да? И теперь два раза перекручиваем этот отрезок лески через эти две петли. Раз. Это два. Вот. Теперь надо смочить. Смочили. И затянуть. Затянули. Все. Значит, это у нас получается стопорная, скажем так, бусина. Вот, чтобы вот так вот у нас кормушка держалась. И с этого отрезка, который у нас остался, мы делаем отводик. Отводик делаем примерно 15, 10-15 сантиметров. Здесь делаем восьмерочку. То есть, как вязать узлы. Вы видите в видео с правой стороны в углу от вас. Этот узел называется восьмерка. Там, кстати, он есть. Там спортсмены учат вязать любителей эти узлы. Все. Сделали узел восьмерку. Отрезаем лишнее. Все. Теперь у нас появился полноценный отводик. Видите, да? Вот так. Теперь, друзья, нам осталось только сделать удобный поводок. Значит, как мы его будем делать? Для этого нам понадобится два крючка. Сначала мы привязываем крючок поменьше. Это серия вот этот 10-2006. Такой небольшой крючочек. Его, кстати, можно привязывать любым удобным для вас способом. Я использую узел клинч. Он, кстати, есть этот узел тоже в этом видео. Посмотрите. Поэтому я буду тут вязать быстро. А вы, если хотите посмотреть, как он вяжется, можете посмотреть в медленном варианте. Он там есть. Так. Есть. Мочим и затягиваем. Есть. Лишнее отрезаем. Есть. Так, теперь нам нужна длина поводка примерно сантиметров сорок. Вот у нас привязанный крючочек. Теперь берем крючочек побольше. Вот этот 10-950 серия ТФ. И его будем привязывать к вариантам волосяной оснастки. Вот так вот будет у нас. Видите, он бананчиком такой. То есть, очень хорошо зацепляется и хорошо держится. Продеваем шнур через ушко. Таким образом, чтобы у нас этот крючок был вот так. Где-то вот так. Поняли, да? То есть, получается, этот маленький крючочек будет использоваться в роли волоса. И теперь вяжем безузловой узел на нашей волосяной оснастке. Тут делаем примерно 15 оборотов шнура вокруг крючка. И в обратную сторону раз 10. Есть такое дело. Возвращаем шнур. Обратно в ушко крючка. Есть такое дело. И затягиваем. Мочим сначала. И затягиваем. И осталось нам сделать узел восьмерку. Лишнее отрезаем. И продеваем вот-вот наш поводок. Вот такой вариант волосяного монтажа у нас получился. С использованием крючка меньшего размера в виде волоса. Не нужно будет стопорком там ковыряться в этой петельке, чтобы можно было перенаживить горошину или кукурузу на волосяной оснастке. Вот, друзья, получился наш удобный монтаж. Очень удобный, чувствительный, зацепистый для ловли любой мирной рыбы. Поэтому, друзья, если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Все для клева. Ну, а мы прощаемся. До скорых встреч на рыбалке. Всем удачи. Всего хорошего. Пока.